А давно ли вы отдыхали лёжа на сеновале да в центре города? В этот четверг пространство Добро Спейс по-русски гостеприимно и радушно распахнуло свои двери всем красным девицам и добрым молодцам, желающим поближе прикоснуться к культуре нашей Родины. Посетители фестиваля Брусничный Джем не только пробуют национальное угощение, но и с пользой весело проводят свой досуг, так как завещали наши предки. Брусничный Джем – самый сочный русский праздник, убеждают нас организаторы. На наш взгляд это интересно, это актуально и очень важно, чтобы в 21 веке молодёжь, студенты, они знали, что русская культура, несмотря на то, что уже прошло очень-очень много веков, лет и годов, она интересна и развивается в новых направлениях. Брусничный Джем живёт и реализуется студентами нижегородских вузов в сотрудничестве с рождественской стороной уже третий год. И каждый раз его создатели наполняют программу так, что ни один посетитель не остаётся равнодушным, и каждый находит себе увлекательное занятие. У представительниц прекрасного пола очень популярен мастер-класс по изготовлению славянских кукол и берегов. На моём мастер-классе было множество девушек, которые делали куклы, при этом загадывали желание, чтобы оно сбылось. Также эти куклы можно повесить на новогоднюю ёлку. Ну, такое необычное будет улыбку, ёлочное украшение. Мастер-классы здесь действительно на любой вкус и цвет. Выжигание по дереву, качество, гончарное дело, плетение гобеленов, мокрое и сухое валяние и даже стрельба из лука. Примечательно то, что интересны эти занятия и взрослым, и самым маленьким гостям. Я здесь крутила сахарную вату, ела плены, расписывала шар и делала свистульку изогрелую. Те же, кто приходят на концертную программу за задушевными песнями и просто за атмосферой русского гуляния, непременно оказываются в тугом клубке хоровода. Но и благородные танцы здесь имеют место быть. Самый настоящий гусар в окружении дам проводит занятия по старинному русскому танцу для всех желающих почувствовать себя аристократами. Но и про отдых в самых лучших русских традициях участники фестиваля не забывают. Вот так лежу здесь на сеновале, порой отдыхаю, в перерывах между насыщенной программой артистов. Нам удается посмотреть все традиции русской культуры в такой новой интерпретации 21 века на нашу нынешнюю вату. Гости прогуливаются по красочной ярмарке, чаевничают у старинного самовара и удивляются, когда видят русскую деревню, расположившуюся в торговом центре большого города. Татьяна Ермошина, Любовь Рыбальченко, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.